Продолжение следует... Продолжение следует... Познакомились вы где? Познакомились вы по поводу чего? Что у вас было общего? Что у вас было такого, что объединяло вас? Что вы ценили в ней Что она ценила в вас Сколько времени вы провели вместе До того, как родилась дочь Почему вы означали ребенка без внебрака Далее я там еще вам скажу То есть вот это вот ваше Познакомились, периодически ругались Это прям очень так вот знаете Очень перескочили вы То есть познакомились как Из-за чего ругались Опять же, когда говорите вы, что вы ругались Ну и как бы снимаете с себя ответственность То есть ругались вы тоже И важно понять, почему вы ругались Что она ругалась, это понятно У нее проблемы с алкоголем Может быть еще какие-то проблемы Вот она сейчас уплакала Это может быть и нервная система В смысле проблемы с нервной системой И может быть что-то еще То есть это сам по себе Фактор он такой Мы говорим про вас Да? Почему вы ругались с этой женщиной? Кстати, вы не пишете ни о любви Ни о том, как вы с ней относились Принимали вы ее изначально Такой, какая она есть Не принимали вы ее Изначально такой, какая она есть Все это остается как бы за кадром Далее вы пишете, значит Что-то не получалось Плакала А у вас дома одна плакала Замечалось, что когда устанет Устанет крайне раздражительно Ну вот на самом деле Здесь очень интересный момент Если человек уставая Становится раздражительным То это значит, что у него Проблема с выражением эмоций Своих эмоций И это означает, что у человека Достаточно слабая Регуляция своих собственных переживаний То есть очень много Того, что человек делает Вообще не по Собственному осознанию А очень много того, что человек делает Вот как-то вот неосознанно И вопрос в том, что вы вот знали Что ваша женщина такая Она вот Неуравновешенная, можно сказать И, зная это, вы все равно По сути дела, все равно с ней Встречались все равно с ней С ней вы как-то Взаимодействовали и так далее То есть тут вот вообще Важен немножечко ваш мотив То есть ради чего, почему вы это делали Что вас заставляло это делать Ведь на самом деле это очень важно Чтобы вы ответили себе на этот вопрос Хотя бы Поначалу Понимаете Вот Значит То есть это вот Такой На мой взгляд Очень Важный момент О котором нужно вам сказать Далее Крайне часто Звонила своей маме Которая судья в отставке И жаловалась На вас Ну вот здесь Что интересно Вы Говорите О Том Что она жаловалась Жаловалась На вас То есть она не желала Самостоятельно Выстраивать отношения А она не желала Как-то вот Самостоятельно Налаживать Ваши взаимоотношения Она Хотела Привлекать Третьи лица Естественно Тоже непонятно Как вы к этому Относились Считали ли вы Что это плохо Если да То Говорили ли вы Об этом Просили ли вы Ее Не Жаловаться Значит Ее Ну Своей маме Если да То Как Как это проявляется Если нет То Соответственно Почему Вот А также Нужно Ну понятно Что Причины Причины есть Для Жалобы Понятно Что Она Жаловалась Не просто так Понятно Что у нее были Какие-то Вот Основания Для того Чтобы это делать Да Чтобы жаловаться Вот Вопрос в том Понимали ли вы Эти основания Отдавали ли вы Себе Отчерт В том Какие Они Значит Дали вы Пишите Проблемы С алкоголем Могла Напиться И звонить Моей матери Или сестре И тоже Заловаться На меня Меня Потом Обвинялось Что Значит Они Лезут То есть Вы осознавали Что ваша Женщина Зависима От алкоголя С ней Встречались С ней Создала Значит Ну По сути дела Создали Семью Хотя Надо сказать Что вы Надо сказать Что вы Все таки Не брали на себя Ответственность Полностью Потому что Потому что Вы не Создали Драк То есть Вы не Заключились В ней Официальный Союз И вот Это на самом деле Самое Здесь Интересное То есть Вы Вроде Как Брак Вы вроде Как Брак Не заключались Да Но При этом При этом Вы Зачали Ребенка Ну Вот Очень Очень Интересно Получается Получается Здесь Чего же Вы Сами Хотите Для себя Чего Чего же Вы Сами Желаете Какая Для вас Основная Цель В этом Была Понятно Подстроить Отношения Но Вы Описываете Довольно Сильные Значит Негативные Стороны Своей Женщины И Получается Что Либо Вы Готовы Были Это Принять Либо Вы Что Как Вы Относились Ко Всему Этому К Тому Что У Проблема С Алкоголем Что Она Могла Наспиться И Так Далее Значит Обвиняла Вас Что Они Лезут Ну Это Понятно Это Женское Поведение Сорвало Меня С Друзьями И Родственниками Ну Опять Почему Она Это Делала Зачем Ей Это Нужно Было Понимали Либо Мотивы По Которым Она Так Поступала И Так Далее Меня Это Все Часто Выбешивало В Так И Я Предлагал Расстаться И Что Произошло Почему Вы Не Расстались С Ней Вы Предлагали Расстаться Но Вы Не Расстались В Чем Был Блог Она Не Хотела Вы Не Хотели Значит Были Хорошие Моменты Когда Было Все Здорово В Так И Моменты Зачали Ребенка Вот Понимаете Вот Здесь Мне Хотелось Спросить Вас Вот Вы Сами Когда Ребенка Зачали Вы Основали Последствия Этого Вот Основали Ли Вы Например То Что У Женщины Есть Проблемы С Алкоголем Основали Ли Вы То Что У Нее Не Уравновешенная Психика Нестабильная Психика Основали Ли Вы Что Она Последствия Ну У нее Болезненное Самолюбие И Она Испытывает Опять же Болезненную Потребность Во Внимании Ваш Понимали Ли Вы С кем Вы Зачали Ребенка И Что Этого Ребенка Сделать Как То Не Очень Понятно Здесь Эта Ситуация Далее Во Время Беременности Агрессия Против Меня Обострилась Опять Вы Не Пишите Почему Она Обострилась Вы Не Пишите Что Заставило Агрессия Обостриться Не Пишите Вы Вообще Разговаривали Ли Вы Со Своей Женщиной На Эту Тему Или Нет Обсуждали Вы Это Или Нет Были Ли У Вас Какие Беседы Разговоры Относительно Того Откуда Агрессия Почему Агрессия И Так Далее То есть Это Все Опять Вы Не Пишите То есть Нет Каких Вот Знаете У Вас Рефлексирующих Моментов То есть Когда Было Понятно Ваше Отношение К Происходящему И И Хотя Б Немножечко Описать Отношение Вашей Женщины К Происходящему Всего Вот этого Нет Дочь Дочь Родилась Опять Непонятно Мыли Ли Рады Дочери Была Ли Рада Дочери Ваша Женщина Планировали Ли Свою Жизнь С Ребенком Как Вы Это Планировали Делали Ли Вы Что То Для Того Чтобы Эти Планы Воплотить В Жизнь Какой Характер Отношений С Вашей Женщиной У Вас Был То есть Какую Роль Выполняли Вы Какую Роль Выполняла Она Это Все Непонятно В Вашем Тексте Вот Совершенно Непонятно Вот Как Вы Описываете Это Непонятно Отношения Были Ужасные Ну Знаете Отношения У вас Не были Хорошими Изначально И Проблемы По Которой Ваша Женщина Вот Так Себя Вела Она Не Исчезла Она Не Исчезла И Она Только Обострилась Кстати Вот Что Интересно Вы Говорите Что У Вас Были Хорошие Моменты Но Вы Не Говорите Что Это Были За Моменты Хорошие То есть Чем Они Были Определены Именно Для Вас И Это На самом Деле Тоже Очень Плохо Потому Что Хорошие Моменты Они Бывают Раз Хорошие Моменты Хорошие Моменты Могут Быть Для Вас Хорошие Моменты Хорошие Моменты Могут Быть Для Нее И Вполне Возможно Есть Разница Между Восприятием Хороших Моментов Вами И Ею Отознавали Ли вы Эту Разницу Восприятии Или Нет Непонятно Вообще Как Вы Понимали Свою Женщину Понимали Ли Вы Ее Понимаете Ли Вы Ее Сейчас Тоже Непонятно Но Этот Вопрос Он Был Он Прозвучат Когда Я спрашивала С чем Вы Руководствовались При Знакомстве И При Ругании То Вот Вы Начали Снимать За себя Ответственность Тогда Когда Периодически Стали Ругаться Вот И Мне кажется Что Эта Ответственность Которую Вы Себя Сняли Она Так И Не Вернулась К вам Во всем Меня Обвиняло Я Ничего Не Делаю Хотя Работаю Часто Без Входных Вечерами Дополнительно Начинать Уся С ребенком Ну То есть Вы Здесь Представляетесь В роли Такого Вот Мужчины Который Старается Все Капризы Своей Женщины Удовлетворять Да Но По сути Вы Приобрели Двух Детей Вот Это Очень важный Вопрос На самом деле По крайней мере Мне Это Видится Именно Так Это Очень Очень Важный Момент О котором Я вам Вот Как раз Хочу Рассказать Надеюсь Что вы Обратите на него Внимание На этот момент Так Далее Значит Вы Пишите Любое Совместное Действие Не Удавалось Возникает Вопрос А что Вас Объединяло Изначально И Объединяло Ли Что-то Вообще Вас Изначально Вот Как Как-то Вот Знаете Есть Сомнения У меня По Этому Поводу По Поводу Природы Ваших Отношений Приезжала Ее Мать Значит Помогала Моя Примерно Раз За Год Почему Вы допускали Что Приезжала Ее Мать Как Вы Отношились К тому Что Она Приезжала Ее Мать Считали Ли Вы Это Чем То Хорошим Позитивным Для Себя Или Нет Если Вы Считали Что Это Плохо Что То А Вы Имели Право Так Считать То Почему Позволяли Ее Матери Приезжать В чем Вам Помощь Нужна Была И Так Далее То Это На мой Взгляд Очень Такие Важные Аспекты Которые Ну Которые Ну Не проработать Потому Что Вот Так Непонятно Совершенно Совершенно Непонятно Как У вас Вообще Отношения Развивались Вот Я вам Сейчас Говорю Просто Чтобы Вы Подавали Себе Эти Вопросы На самом Деле И Подавав Себе Эти Вопросы Ну Может Быть Поняли Свои Какие Основные Ошибки Которые Вы Свощили В отношениях Чтобы Знаете Больше Их Не Повторять Хотя Вот Не важно На самом Деле Будете ли Вы С этой Женщиной Не будете Вы С этой Женщиной Это Не особо Важно Важно Именно То Что Вы Совершали Ошибки Вот Далее Значит Вы пишите Что Ваша Мама Приезжала Раз За год Почему Чем Это Было Связано Что Она Приезжала Раз За год Она Не Любила Вашу Жену Или У вас Проблемы Были Были Ее Мама Ну Вот Вы Говорите Что Получилось Так Что Я Уехал С Родственниками К Родственникам На Свадьбу Вы Знаете Что Ваша Женщина Не Уравновечна Вы Знаете Что У нее Нет Обильная Психика И Вы Зная Это Все Равно Уезжаете От Нее На Значит Свадьбу К Своим Родственникам При Том Что Как Я Понял Это Было Довольно Длительно Это Не Так Что Вы Приехали На Свадьбу Там Два Допустим Два Три Дня Да И Все Это Было Именно Довольно Такой Длительный Ваш Отъезд И Вы Говорите Что Это Получилось Так Вы Как бы Опять Снимаете Здесь Себя Ответственность Вот Вы Снимаете Себя Ответственность Вы Говорите Так Получилось Но Не Говорите Хотел Ли Я Этого Отчего Я Бежал Когда Уезжал Без Любимой Женщины И Без Своего Ребенка На Свадьбу По сути Вселиться По сути Вселиться Впервые Она Обратилась С ребенком Наедине Надолго Но Почему На свадьбу Вы Уехали Надолго Зная Что Ваша Женщина Вот Такая Что Как-то Вот Здесь Не очень Понятно Чего Вы Хотели Чего Вы Ожидали Тем более Знаете Что У нее Проблема С Алкоголом Далее Вы Описываете Такую Сторон Что Она С ребенком Уходит В Загул Вы Звоните Ее Маме Мать Перенаправляют К себе На самолете И Собственно Женщина Проходит Психиатрическое Лечение В Соответствующей Клинике Значит Собственно Какое-то время Вы не видите С ней Вот И так далее Здесь У меня К вам Следующего Рода Вопрос А Знаете Ли Вы Что Вы Сами По Сути Оставили Свою Женщину Одну Спровоцировав Ее На то Чтобы Уйти В пьянку И Загул Непонятно Значит Приехала Она Крайне Недовольная Мною Пишет И Вы Три Дня Не Разговаривала Хотя В чем Моя Вина Вот Здесь Опять же Вы Как будто Не Осознаете Своей Ответственности За происходящее И Если честно То Я Вот Хочу Хотел Вас Как раз Спросить Вот Именно Об этом Вы Действительно Не Понимаете В чем Ваша Ответственность Или Вы Не Хотите Просто Брать На себя Ответственность По Факту За то Что Произошло Знаете Если Вы Не Хотите Брать Ответственность За Себя Вот Ну За то Что Произошло Что В принципе Я Вас Могу Понять Если Вы Не Осознаете Ответственность И Не Осознаете Свою Вину Не Осознаете Почему Она Женщина Женщина Я имею Ввиду С Вами Не Разговаривала Три Дня С Чем Это Связано Это Немножко Другое Здесь Я Вам В принципе Все Пояснил Вопрос В том Готовы ли Вы Это Воспринять Готовы ли Вы Остановить Свою Ответственность И Возможно Как-то Коменять Свои Отношения Если Вы Чувствуете Например Желание Обеспечить Дочери Достойную Семью Потому Что Чтобы Ваша Жена Не Сделала Она Явно Не Руководствуется Здравым Смыслом Потому Что У нее Есть Некоторые Проблемы С Психикой И Вот Здесь Тоже Непонятно Но Имея Проблемы С Тихикой Вы Вроде Как Воспринимаете Ее Как Человека Вполне Объекватного И Вот Это Ваше Отношение Оно Тоже Непонятно Чем Вы Руководствуетесь Вот В такой Позиции Чем Вы Руководствуетесь При Использовании Такой Позиции Ну Это Вот Пожалуй То Что Я Вам Хочел Бы Сказать Именно Здесь Вот Именно В этом Аспекте В этом Контексте Значит Дальше Вы Пишите Потом С ней Поговорила Моя Мама После До того Как Вот Она Принят Вам Не Разговаривала С ней Поговорила Ваша Мама И Ее Как Подменили Что Такого Сказала Ей Ваша Мама Почему Почему Ее Подменили Ведь Не Можете Человек Вот Так Вот Резко Взять И Измениться Вы Пытались Выяснить О чем С ней Разговаривала Ваша Мама Или Нет У Своей Мамы Спрашивали Ли Вы О чем Она С ней Разговаривала Или Нет Вот Как Тоже Это Немножечко Непонятно То Есть Вот Вроде Как Подменили Да И Все И Вы Ну Как Будто Вот Восприняли Это Как Должно И Не Пытались Даже Понять А В чем Собственно Дело То есть Такое Впечатление Что Вы Не Отдаете Себе Все Это Вообще В том Как У вас Отношения Развивались В какую Сторону Они Двигаются Значит По-моему Тренинги Психиатрии Кстати Вы Не писали Но Психиатрии Тренинги Насколько Я знаю Не ведут Там Лечат Значит Значит Месяц Жили В счастье То есть Вы Зверно Верите Что После Всего Что Было Вы За Своей Женщиной Можете После Разговора С Мамой Ее Без Без Ваших Доверительных Отношений С ней Без Вашего Взаимопонимания Между друг Другом Вы Серьезно Верили В то Что Вы Можете Жить Счастливо Ну Если Честно Опять Же Вот Магика Либо Вы Хотели В это Верить Не Желали Признавать Наличие Проблем Глубинных Изначальных И у Вас И у Нее Либо Вы Специально Этого Не Делали Просто Может быть Подсознательно Ведя Все К Разрыву Но Тогда Непонятно Какой Помощь Вы Хотели Бы От Нас Понимаете Дело В том Что Помочь Можно Только Тому Человеку Который Вот Как-то Пытается Осознавать Лучше То Что С ним Происходит Пытается Поднимать Причину Тех Или Иных Процессов Которые Происходят И вот Читая Ваш Текст Я Понимаю Что Вы Довольно Взрослый Мужчина По крайней Мере Точно Не Ребенок И Довольно Взрослый Мужчина И я Понимаю Что Если Вы Взрослый Мужчина То Есть Некоторая Трудность В том Чтобы Вам Вот Что-то Донести Именно Вот В контексте Моего Текста Готовы ли Вы будете Меня Слушать И Готовы ли Вы Воспринимать Вот Вот Ту Информацию Которую Я вам Сказал Притом Здесь Информация Не Очень Позитивная Для Вас То Есть Это Не Обравдывающая Вас Информация К Сожалею Вот Ну То Есть Это Вот Такая Небольшая Ремарка Если Угодно Это Вот Такая Небольшая Ремарка По Отношению К Вам Надеюсь Вот Вы Данный Аспект Тоже Постарайтесь Учесть Далее Значит Вы Пишите Что Значит Потом Приехала Моя Мата Опять же Помочь Помочь В чем Зачем Для Чего Помочь Если Вы Жили Жили В Счастье Ну Вот Логично Предположить Что Если Вы Жили В Счастье То Наверное Не Надо Вам Было Никого Приглашать К Себе Счастье Ну Жили Вы В Счастье И Значит Не Нужно Было Ничего Сбивать Ну Опять же На мой Взгляд Это Логично Но Вы Наверное Здесь Со мной Или Не Согласны Или Может Считаете По Другому То 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 Как То Ситуация Как То Не Очень Лично Мне Понятно Понимаете Если У Вас С С С С С Было Хорошо То Зачем Было Звать Вашу мам Зачем Было Соглашаться На Ее Помощь И Помощь В чем Кстати Говоря Вам Была Нужна Далее Вы Говорите О том Что Ваши Отношения Были Натянуты И Вот Здесь Вообще Не Совсем Ясно То Есть Я Понимал Что Отношения Натянуты Были Между Вашей Мамой И Вашей Женщиной И Вопрос Но Они С ней Поговорили Да Почему Между ними Были Натянуты Отношения А Если Были Основания Предполагать Что Отношения Натянуты Е Опять Зачем Тогда Нужно Было Чтобы Она Приезжала Для Чего Непонятно Знаете Вот Все Вот Ваши Вот Понимаете Все Упирается В то Что Непонятно Зачем Для Чего Не Ясны Ваши Мотивы И Вот Тут Наверное Подавляющая Проблема Во всем Вашем Тексте Обрасслеживается Значит Она Сама Была Приехать Ваш Мать Это Понятно Я Тоже Здесь Противоречие И Может Было Сперва С мамой Поговорить По Поводу Чего Были Затянуты Отношения Может Было Узнать Чего Ваша Жена Ну Ваша Женщина Ожидает Приезда Матери И Так Далее Мать Приводили Куча Куча Упреков Была Вам Все Не Так Все Не По Ее Воле Решили Что Поедет К Матери Своей С Ребенком Отдохнет Но Опять Если Она Едет К Своей Матери С Ребенком Отдыхать С Делом Доволь Что Вы Написали После То Понимали Вы Тогда Это Фактически Расставали Если Понимали То Почему Не Пытались Отношения Спасти Хотя Б Ради Дочери Мать Алкоголик Бабушка Ее Матери Дочери Ваш Алкоголик Бабушка Ее Покрывает Мать То Есть Можно Понять Какая Жизнь Будет У Дочери Но Вы Тем Мене На Это Соглашают Опять Вы Можете Сказать Что Тогда Я Этого Не Знал А так Оправдали Что Вы Не Знали Вот Мне Кажется Что Вы Догадывались Об Этого Но Целенаправленно Не Хотели Возможно Брать На Себе Ответственно Потому Это Вам Было Тяжело И Опять Эта Славная Ответственно Здесь Вплывает Да К Сожалению Дальше Значит Вы Сказали Что Обратно Она Может Не Возвращаться Не Приезжать Но Как же Тогда Ребенок Думали Вы О Ребенке В тот Момент Она Это Сделана Только Втихую Ценые Вещи Все Заранее Отправила Которые Не На Виду Были Мне Сказалось Что Не Вернется Только Через Месяц Когда Отноручив Ее Пустые Шкафы Тут Точно Странно У Вас Вон Такая Большая Жилплощадь Что У Шкафы Раздельные Или Может быть Вещи Отдельно Держите Как то Целый месяц Вы Не Обнаружили Ее Пустые Шкафы Странно Происходит Вы Так Не Считаетесь Что Это Вот Несколько Странно Значит Далее Подала на алименты Потом Собиралась Вернуться Иногда Пьяная Несла Всякую По телефону Мне Моей Матери Хочу Вернуться Через день Не Возьми мне Больше И так Почти год Меня Разрывает Что делать То ли Писать заявление На определение места жительства То ли В общине То ли Пытаться Установить Отношения Вы знаете Чтобы ответить На этот вопрос Тот Первый вопрос Который Вы задаете Чтобы ответить На этот вопрос Вам нужно ответить Сперва На все Мои вопросы Которые Я вам задал Вот По ходу Своей записи Потому Что Вот Пока Вот как Я это вижу Вам Нужно Вообще То говоря Понять Что Вы хотите От своей женщины Если Восстанавливать Отношения Вы хотите Если Вы действительно Хотите Восстановить Отношения То Вам нужно понять А что Восстанавливать Да собственно говоря Если Что Вам восстанавливать Вообще Восстанавливать Вообще Изначально Нечего У вас не было Отношений Как Как это видится Мне Еще раз повторю То есть Мне это видится Именно так Что Вам нечего Восстанавливать Потому что Вы изначально Строили свои отношения Неверно Вы Вы Не 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 Строили свои отношения На доверие Вы На мой взгляд Как Вот я видео, по крайней мере, вы всего этого не делаете. И в результате ситуация такова, а вопрос, а если что вам вообще восстанавливать, понимаете? Вот. Ну, это вот такой вот важный вопрос. Далее, написать ли определение местечительства ребенка? Знаете, опять же, прежде чем делать так, вам нужно понять, чего хочет ваша женщина, в первую очередь, чего она хочет сама, по себе, вообще. Вот, понять, чего она хочет, во-первых, а потом, когда вы поймете, чего она хочет, вы сможете сопоставить это с тем, что вы можете ей дать, и можете ли вы ей это дать вообще, например. А там уже, в принципе, будет видно. А то вот так как-то решать этот вопрос, вопрос серьезный, если восстанавливать отношения, то это работа двоих людей, в первую очередь. Но это ваша работа, конечно, но это работа двоих людей. И вопрос заключается в том, вообще, вот вы, что вы готовы делать для отношений? Что она готова делать для отношений? Это все вопросы, на которые здесь вот у вас нет ответа. Но я думаю, что если вы сомневаетесь в том, что, значит, ваша женщина готова что-то делать для отношений, если вы в этом сомневаетесь, то совершенно очевидно, что нужно просто не лезть. То есть она пока вот не знает, что она хочет сама, вы обозначите позицию свою ей, но не лезьте к ней, потому что это ее еще больше будет от вас отдалять. Я хотел бы вы, чтобы этот момент, чтобы вы этот момент не поняли для себя, но вы его зафиксировали. Значит, дальше, вы пишете, значит, честно, так считаете это ад, согласен, где ребенку будет лучше в ее семье с такой бабочкой или с отцом-одиночкой. А ребенку будет там лучше, где спокойнее, то есть вот там, где ребенок будет чувствовать комфорт на эмоциональном уровне, вот там ребенку и будет лучше. Совершенно неважно, отец вы одиночка, не отец вы одиночка. Одиночкой отцом вы, может быть, будете недолго, у вас будет другая женщина, вот, и так далее. Дело здесь не в этом, не в том, отец вы одиночка или нет. Дело в том, что ваша женщина, вот, настоящая, она страдает алкоголизмом, и она, в принципе, не может своему ребенку дать то, что нужно. И поэтому ей по-любому будет лучше с отцом, если вы, конечно, сможете ей дочери, я имею ввиду, дать все, что ей необходимо. Вот. Понимаете ли вы потребность ребенка, понимаете ли вы на вопрос ребенка, это уже деталь, это уже вопрос к вам, достаточно важный вопрос к вам. Далее. Здесь я углядел в вашем тексте, то есть, вы себя как бы занижаете. Когда вот вы говорите, что ей будет с отцом одиночкой, например, там, где ей будет лучше, вы занижаете свою ценность, вы занижаете свое достоинство. Если это так, то это очень плотно, и это приоткрывает немножечко завесу над тем, что происходит. То есть, вы не отстаивали изначально свою позицию, и вы не вели себя более ценностно по отношению к себе, по той причине, что просто недостаточно уверены в себе. Недостаточно ценностно к себе относитесь вы. Ну и в таком контексте, конечно, нужно уже разбираться именно с вами, работать именно с вами. То есть, откуда у вас такое вот отношение к себе, чем оно продиктовано, это отношение к себе и так далее. Вот. Далее. Значит, так, дочери два года с половиной. Последнее время, когда она была дома, я спать сказал плохо. Кто она? Ваша женщина или дочь? Она сама отказывалась, что ее мама очень гнобила папу, ныне покойного. То есть, вы стали плохо спать, когда ваша женщина была дома. Почему? Опять же, почему? Это у вас что? Страх, тревожность, переживание. По поводу чего? Вот стали вы плохо спать. А вы делали ли что-то с этим? Вы старались понять причину, по которой вы стали плохо спать или нет? Согласитесь, тоже очень важный момент, о котором вы, опять же, здесь ничего не пишете. Она рассказывала, что ее мама очень гнобила папу покойного. Ну, понятно. То есть, ваша женщина видела недостойное отношение к мужчине, принижение его. Соответственно, к вам у нее идет такое же отношение. Видимо, все оттуда. Еще и избаловала ее мама. Старшая ее дочь от первого брака жила все это время с ее мамой. Все это устраивало и ее мать, и меня, и маму. Ну, если это устраивало всех, то как-то не очень понятно. Ну, то есть, да, это может быть причина. Поведение вашей женщины, безусловно, но, понимаете, это причина только в том случае, если она захочет работать с психологом сама. Но, да, да, это хорошая информация. А в рамках вашего текста это совершенно бесполезная информация. То есть, воспользоваться ей нельзя никак вам разрешать, что вам делать, а не ей. Я бы хотел узнать, какие у вас отношения с вашей мамой и с отцом, а не какие отношения с отцом и мамой у нее. Это не так важно. Но про себя, краски вы рассказываете очень мало. В этом и заключается основная проблема. И здесь я делаю вывод, что вы не рефлексируете то, что с вами происходит. Не особенно живете, из-за этого возникают такие трудности. Далее, значит, мать ее на контакт не идет. Судья не по статусу признает, что дочь выросла непонятно кем. Ну, вот здесь, опять же, вы даете некую оценку людям уже. То есть, вы обвиняете человека, вы говорите не по статусу, все, то есть, вы уже изначально подразделяете вот людей на есть вот я, есть вот она, и вот как-то вы себе себя противопоставляете ей. То есть, изначально создаете такую конфликтную ситуацию. При том, что именно ее мама, если я правильно понял, вам помогала. Помогала. Вот. Ну, то есть, это вот ситуация, которая, которая, опять же, вы занимаетесь не за всем явным правительством, не по статусу. А какой у вас статус? Вы свой статус считаете, ну, каким? Менее значимым? Или как? Вот. Тоже как-то вот старайтесь в этот момент определить. статус? Или вы различаете статус? Опять же, вы делите людей на статус. Зачем вы делите людей на статус? И для чего вы делите людей на статус? Вам это как-то помогает? Вам это что-то дает? Вот. Ну, вот тоже старайтесь, пожалуйста, ответить себе на этот вопрос. Это очень важная, очень важная тема. Важная тема. Значит, далее вы пишете, значит, то, что ее дочь выросла непонятно кем. Ну, как непонятно кем? Она выросла женщиной, с которой вы провели сколько-то времени и с которой вы даже начали ребенку. То есть, что это за принижение матери, что это за принижение своей женщины? Непонятно, опять же. Вот, как ни парадоксально, но женщина ваша, она вела себя изначально так, и она как бы свое поведение по сути не меняла. А вот вы свое отношение к ней меняли. И я здесь хотел бы вас только спросить, так правда ли, что это именно дочь выросла непонятно кем? Правда ли вы считаете, действительно ли вы считаете, что можно выстроить хорошее отношение с человеком, если вы принижаете его и ее мать изначально? Вот, пожалуй, в этот момент мне бы хотелось, чтобы вы тоже как-то вот для себя определили. Если вы считаете, что женщина выросла непонятно кем, это, безусловно, ваше право, но тогда вопрос-то заключается в том, а что же вы тогда с ней делали? Зачем же вы тогда с ней были? Вот это уже вопрос к вам. Далее, значит, действительно прикрывает алкоголизм, может, не пьет, но, по-моему, с таким характером сложно и жить без алкоголя. Ну, здесь вы опять говорите о ней, рассказываете вы о ней, ничего не говорите вы про себя. Значит, Дмитрий, что я вам хочу сказать? Вот я прочитал ваш текст, и из этого текста вытекает, что у вас как таковой нет ни модели мужского поведения своего, ни модели приемлемой для себя женского поведения, женского образа у вас. Значит, есть у вас такое вот желание перекинуть ответственность в себя, снять ответственность в себя, есть у вас отсутствие осознанности того, что вы делаете. и вот, вы знаете, это проблема, это ваша проблема, до тех пор, пока вы не будете рефлексировать то, что с вами происходит, до тех пор, пока вы не будете лучше осознавать то, что с вами происходит, ну, я думаю, что у вас будут такие проблемы. Даже вот в конвекции своего вопроса вы все равно не желаете самостоятельно принимать решение. То есть вам, по сути, не помощь психолога нужна, как вот вы обращаетесь к психологам, а вам нужна помощь, наверное, юриста, может быть, педагога, детского психолога, кому где, с кем будет лучше ребенку. Потому что к психологу запроса как такового нет. Для психолога вы дали очень мало информации о том, что происходит. Для психолога вы дали больше почвы для вопросов, неличем для ответов. Ну вот, какие-то ответы я вам дал, конечно, но этого мало. Я осознаю, что этого мало. Другое дело, что большего вам дать, вот исходя из того, что вы написали, не представляется возможным. И связано это с тем, опять же, что очень мало информации о вас. Связано это с тем, что вы задаете вопрос про жену, про дочь, и спрашиваете, что делать вам. А ведь что делать вам, решать только вам. Это не нам решать. Это вам решать, что делать. Понимаете? А вот вы, как вот мне показалось, вы решать это не хотите. Ну, именно, еще раз повторю, как мне показалось. Вот мне показалось так, что вы не хотите это решать. И в принципе, в принципе, я вас понимаю. Я понимаю, почему вы не хотите это решать. Потому что ответственность, как бы, изначально вы не несли. И сейчас вы ответственность также нести не хотите. Я вас понимаю. Мы понимали то, что ваша позиция, она не решит ситуацию. Абсолютно. Она не способна вашей позиции, а в принципе, ситуацию как-то решить. Вот так, как она есть сейчас. На данный момент. Либо вы прорабатываете свои ценности, прорабатываете свои проблемы, прорабатываете свои желания, свою позицию, свои комплексы, свои переживания. Причины, например, по которым вы, как вы говорите, стали плохо спать. Ну, для мужчины плохо спать в присутствии своей женщины, какой бы она ни была, это обозначает наличие серьезных проблем. И я хотел бы, чтобы вы эти проблемы, вот, для себя постарались определить. Без этого, боюсь, ну, не получится вам что-либо решить. Поймите, поймите это, пожалуйста. Вот. Ну, а так, из рекомендаций я вам могу только сказать, что больше ответственности за себя во многом стихе нести, больше осознанности, больше понимания того, ради чего вы это делаете, для чего вы это делаете, почему вы это делаете и так далее. То есть, вот, этого всего у вас нет в тексте, этого всего у вас нет в личной жизни. Понимаете, вот, очень хочется вас спросить, ну, а почему вы, ну, свои женщины, например, не сделали предложение? Ребенка, у ребенка возначали, а предложение не сделали. Если вы хотите восстановить отношения свои, да, с ней, если вы хотите восстановить отношения, то вам нужно предложение их сделать. Она уверен этого ждет? Она ждет предложение? Она ждет, что вы сделаете ей предложение? Или она хочет предложение? Опять же, я не верю в то, что вы этого, что вы этого не знаете. И я думаю, что вы это знаете. Просто вам не хочется делать ей предложение. И опять же, я вас понимаю. Я хорошо понимаю, почему вы не хотите ей делать предложение. Но по факту, это ничего не меняет. Это не меняет ее желание того, что она хочет и так далее. То есть, постарайтесь понять основную мысль, основную идею о том, что ваша женщина, она, какой была в начале отношений, Ну, она вот такой и осталась. Она не поменялась. Поменялись вы. Раньше вы ее принимали, а теперь нет. Вот вы ей говорите, чтобы не приезжало больше и так далее. И более четко выработайте свое отношение к ребенку. Вашему. Потому что, на данный момент, оно непонятно. Какое оно, это отношение к ребенку. Чего вы хотите от ребенка. Квоего. Это вот непонятно тоже. Вот обо всем этом подумайте. И тогда, я думаю, вам многие моменты станут еженными. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.